Ребята, всем привет! Как вы думаете, что сейчас будет происходить? Те, кто подписан на меня в инстаграм, предлагаю это сделать всем быстренько, немедленно. Сегодня я буду разбираться в шкафу. Сейчас я вам его покажу, покажу полки, в которых я буду разбираться. Мы вместе с вами будем смотреть на мой хлам, на какие-то вещи, которые я никому никогда не показывала. То, что таится у меня в полках. Я сама уже не помню, что там находится, потому что редко туда заглядываю. Ну, как бы все закрыто, что тревожить полки. Вот, и я в своем инстаграме сказала то, что сегодня у меня нет настроения снимать видео про мои сны, потому что нужно сделать прическу, поставить свет, вот это все, погода просто говно голимая. Так, в общем, так волнуюсь. Сегодня у меня нет настроения снимать профессиональные видео со светом камеры и делать прически, и быть красивой. Поэтому у меня появилось желание разобраться в полках, так как я посмотрела старые свои влоги, которым там лет 5. Типа влоги с моего выпускного, что-то такое. И вот как раз в влог, где у меня выпускной из школы, я открываю полки этого шкафа, который мы сегодня будем разбирать. Я вижу, там чистота и порядок, там ничего лишнего нет, только то, что надо. И понятное дело, квартиры только после ремонта, нет никакого хлама и все такое. Поэтому сегодня, мои хорошие, мы будем разбираться, наводить порядок. Максимально много хочу выкинуть барахла. То, что является годным более-менее, я отложу в какой-нибудь пакетик и сниму сториз о том, кому что надо. Давайте встретимся в Атриуме, я вам отдам. Потому что буквально вчера я встречалась с девочкой в таком центре Атриум. У меня остался корм от хомяка от Мэлмана, которого с нами нет с февраля. Если что, я это постоянно говорю, так как многие, ну, не знают до сих пор, спрашивают постоянно, где наш хомяк. Так вот, его с нами нет. Раньше стояла его клетка здесь, и вы могли, наверное, заметить уже миллион раз в моих влогах, что тут нет ничего, кроме пылесоса. По поводу того, там плачу, я грущу, ну, нет, уже много времени пришло. И я, знаете, конечно, грустно, но, с другой стороны, я же знала, что, как бы, хомяки не живут всю жизнь, там, и не 10 лет, а, ну, как бы, там, год, два, три, там, я не знаю. Наш, вот, получается, где-то около двух лет прожил, и то не с нами, потому что мы его взяли не с грудничковского момента. Ему уже там было сколько-то месяцев, три, не знаю. Ну, короче, нормально, нормально. У него была хорошая хомячая жизнь, мы его любили, обожали, играли с ним. Я ему постоянно мыла клетку, то есть он хорошо жил, а потом то, что вот он умер, он, ну, блин, старый был реально. Старый был, почему я это поняла? Ну, потому что он жутко вонять начал и много писать, и я поняла, что, как бы, он уже не тот милый мышонок в темноте, понимаете? Он уже старый, хомяк, уже даже на колесе так много не крутится. Вот, но самое жёсткое в его кончине, скажем так, так это то, что он ещё сильно заболел перед тем, как умереть. Нижняя часть мордочки была постоянно мокрая, как будто бы волос меньше стало, на животе тоже волос особо не было. Он много пил воды, писал прям под себя, как будто мы вызвали врача на дом. Потом она приехала, вообще там такие жести, такие страсти были, она проколола ему живот, какую-то жидкость оттуда выкачала шприцом, сделала ему какие-то уколы, и на следующий день он умер. Я думаю, охренеть, она вообще врача вызвали, мне потом, прикиньте, звонят из этой клиники, куда я обращалась, чтобы врач на дом приехал. Говорит, здравствуйте, скажите, ну как ваш хомяк поживает? Как вам врач? Ну, типа, такие, знаете, опросники устраивают. Я говорю, здравствуйте, вы знаете, мой хомяк умер на следующий день. Анка, ой, извините. Пипец, просто пипец, я даже не знаю, было бы лучше, если бы мы не вызывали врача, он просто, ну, как бы сам там умер. Я не знаю, короче, тоже неприятно очень, ну, любая, знаете, там, смерть домашних питомцев, это всегда неприятно, всегда очень грустно, больно. Ну, что уже об этом говорить, надеюсь, что он попал в хомячий рай. Ну, я к этому спокойно отношусь, потому что, ну, уже время прошло, и я прекрасно понимаю, что, как я и сказала, я знала изначально, что он не будет там долго жить. Я, как бы, на это шла осознанно, что вот, он с нами побудет там пару лет, и потом, ну, умрет. Как бы это ужасно не звучало, но это же жизнь, так и есть, это правда. Поэтому давайте не будем грустным, я надеюсь, что вопросов станет поменьше по поводу того, куда делся Мэлман и все такое. Постоянно разбираюсь, а все равно хлам, хлам. Вивьена спит, лежит, я ее только что своим халатиком накрыла. Вот как выглядит Вивьена. Бубуся, лежи, спи. Лежи, лежи. Да лежи! Ну, дай, ладно, мама, тебе чмоку. Все, спи. Включу на балконе свет, чтобы добавить атмосферы. А, еще, кстати, у меня здесь есть блестки висят, видите? Они у меня... Чего надо, зай? А ты не знаешь, как сделать так, чтобы тут света было больше? Крепление для телефона. Какое крепление? Скажи, я тебе найду. Обычная палка для салфа. А, кстати, хочешь забери вот этот диск? Какой? Вот этот? Да. А я не знаю. Что-то она, короче, фигово, да, записывает, по-моему? Да я не помню, да. Во! О, да, спасибо. Скажи привет. Есть вот такой разъемчик для айфона? Да. Дай мне, пожалуйста, я попробую. Я не знаю, где он, но недавно я нашла твой как раз переходничок для романтических путешествий и просмотра совместного. А я их искал, я все свои сумки передернул. Во, 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 да. Когда мы со Славой начали встречаться, он такой, хочешь, малышка, посмотрим вместе кино? Да, вот вставляем в айфон, а здесь разъем для двух пар наушников. В общем, удобно, прикольно, романтично. Вообще, покупайте, ссылка в описании. Короче, тебе не интересно, что я снимаю вообще? Да, влог, наверное. Что ты можешь снимать здесь, рассказывая о своей жизни? О своей жизни я буду рассказывать про свой хлам. Я подготовила пакет, я буду выкидывать хлам. Кстати, видите, у меня тут еще кресло такое есть. Ну, я как-то во влоге, ну, не знаю, месяцев несколько назад показывала эти же кресла. Массажер вообще. Но, правда, мы редко на нем сидим, массажируемся. Ну, прикольно. И, конечно, он занимает много места, но я даже не знаю, куда его девать. И тоже, ну, выкидывать точно нет. Я думала маме отдать, но я тоже не знаю и не уверена, что ей такое в квартиру надо. Может, на дачу, когда ремонт делаем. Короче, смотрим. Здесь у меня сумки лежат. Представляете? Я считаю, совсем неподходящее место для сумок. Хотя, с другой стороны, это же шкаф. Сумки, варежки, вот это вот все. И меня так это бесит. У меня сумки еще не только здесь лежат, еще и в других местах. Тут у нас в основном такие выходные наряды, платья, рубашонки. Платье мое с Дере тоже еще одно. У меня же на Дере было два платья, типа как у невесты на свадьбу. Тут какая-то обувь. В основном вот эти вот сапожки высокие, матильончики такие, туфельки. Как-то это не мой вообще стиль, надо будет разобраться с этим. Самая жесть у нас вот здесь. Столько тут всего, что я сейчас просто, просто взорвусь. Сейчас мы будем это с вами разбирать, потому что ну просто хлам. Хлам. Матери Божья, здесь вообще хлам, еще больший хлам. Тут у нас вообще. Так, с чего мы начнем? Хочу начать с самой захламленной полки. Я ее считаю самой захламленной, поэтому начнем с нее. Ой, они уже стухли. Ну, в принципе, что это не хлам, бумага всегда нужна. Эта вечеринка начинается. Конечно, хочется музыку включить, но потом опять будут проблемы с монетизацией. Вы знаете, я вам открыто говорю, у меня на видосах стоит реклама с Ютуба, потому что это мой хлеб. Ну, вы знаете. И я ненавижу, когда какие-то тупые авторы забирают мой хлеб. Ни фига. Ты с института? Можно выкинуть. Тот, кто это сделал, напиши. Очень прикольно. Ну, понятно, на стену я это не повесила, у меня вообще на стене сейчас ничего не висит. Но не выкинула, сохранила. Смотрите, у меня есть книжки от Валерии. Йога. Ну, я думаю, что это полезная книжка, даже с картинками. Но Йога это немножко не мое. Классно, может мне тоже свою книгу выпустить? У меня, кстати, знаете, мне не один раз писали на почту, типа, давайте, вы выпустите книгу, мы вам поможем, там, с оформлениями, со всякой такой фигнёй, туда-сюда. И я всегда думаю, о чём я напишу, ну, о чём? О чём я рассказываю, чем делиться? Уборка, мои хорошие. Хлам. Выкидываем, освобождаем свой мозг от ненужной информации. Ведь уборка, это же не просто дома убраться. На самом деле вы очищаете своё сознание. Как думаете, подставка ещё пригодится мне когда-нибудь в моей жизни? Знаете, что хочу сказать? Я когда в школе училась, я всегда пользовалась подставками. Потому что ставишь подставку, на неё книжку, здесь у тебя лежит пенал, понял? А в пенале у тебя что? Правильно, телефон. Удобно. Но я боюсь, что подставка мне уже не пригодится, поэтому мы это тоже отложим в пакетик, кому-то что-то отдать. Не знаю, кому она нужна, но наверняка кому-то пригодится. Короче, знаете, мне проще отдавать что-то из своих вещей кому-то из подписчиков, например, чтобы они сами решали, что с этим делать. Выкинуть, себе оставить, подружке отдать. Ну, грубо говоря, самой мне выкидывать так сложно и жалко. Я всё думаю, блин, а вдруг это кому-то пригодится, я это выкидываю. Ну, отстой. А когда я отдаю это кому-то, мне плевать, что он с этим делает. Выкинет, сожжёт. Главное, что моя совесть чистая, я не выкинула то, что может быть кому-то полезным. У меня, кстати, дома немало книг на самом деле. Вы такие сейчас не ожидали, но у меня есть книги, действительно, которые даже я иногда читаю. Но не люблю об этом рассказывать. Из этой книжки я узнала, что Once Upon a Time это однажды давным-давно. Всё, всё остальное не помню. Что мы здесь видим? Если бы сейчас сюда зашла Вивьена, она бы просто очумена. Она бы сказала, мама, я ненавижу беспорядки. Ну вот, уже устала. Так, вот, например, что мне делать с этим? Когда-то это висело у меня на стене, вот на таких, кстати, липучках. Не надо спрашивать, на что там картины вешать, ещё что-то. Покупала в каких-то магазинах, по-моему, Леонардо называется. Там, типа, знаете, всё для шитья, для творческих людей. Там всякие кисточки, для рисунков, там, ну, для художников, туда-сюда. Блин, ну, всё-таки, знаете, фотки, когда дома висят, как-то... Раньше меня это прикалывало, но из-за того, что у меня так много портретов, всяких рисунков. Типа, вот-вот, хотя это фотка просто на плакате с таком клёвом. Ну, не плакат, а как это называется. Вот рисунок, вот этот. Очень нравится, на день рождения подарили. И мне хочется вот эти вещи повесить, которые такие нарисованные, там, от души, все такое. Они просто фотки напечатанные. Вот с этим, что делать, я уже знаю, так как я это не ношу. Это вот моя ленточка, выпускной 2015. Да, представляете, в 2015 году я закончила школу. Время летит быстро. Выкидывать это не буду, это память. У меня нужна какая-то коробка, куда я буду складывать вот такие памятные вещи. Когда у меня будут дети, которые уже будут в сознании, в возрасте понимания того, что я им рассказываю, я им буду говорить, вот смотри, мама, в школу ходила. И ты ходи. У меня есть 3D-очки для вот этого телека, потому что там можно выбирать функцию 3D, но мы ни разу в жизни этим не пользовались. Кому надо? Да нет, это тоже, ну, отдавать, выкидывать глупо, может когда-нибудь пригодится. Вот он тот самый момент, когда ты понимаешь то, что тебе это не пригодится, но все равно надеешься. У меня есть вот такой Hello Kitty. Как вы думаете, что это? У вас есть буквально пару секунд, чтобы угадать. Давайте, 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 угадывайте ваши идеи, ваши идеи. То, что в голову приходит, сразу подумайте об этом. Потом, когда я вам скажу, что это, напишите в комменты, что вы думали, что это что-то другое, например. Или вы так и знали, что это это. Ну, короче, вы готовы? Раз, два, три, поехали. Это сантиметр. Можно проверить, какая у меня талия. Я недавно замеряла свою талию, мне нужно было для того, чтобы мне купальники сделали или что-то такое, не помню, уже было. 59. Ну, короче, ну, типа 59-60. Кому интересно вдруг. Раньше, когда я была жирнее, у меня была большая классная попа, а потом, когда я похудела, понятное дело, попа тоже. И теперь единственный варик только, ну, качать попу. Так лень, никогда это не делала так вот, что прям постоянно. Сейчас я разбираю вот такую коробочку, в которой валяется всякая фигня, например, вот это. Зачем мне это? Вообще, можно спросить у кого-нибудь? Когда я была маленькая, это было так популярно, так модно, все вот в это играли. Хотя я никогда не знала, как на самом деле в это играть. Оказывается, ой, блин, тупая игра. Никогда не любила эту игру. У меня есть очки желтые от Lipton. В Макдональдсе дарили, когда Lipton берешь. Поэтому я каждый раз брала Lipton, чтобы у меня были очки. У меня таких штук 5, наверное. Куча проводов, переходников. Как мне достали эти провода. Никогда с такими не ходила, никогда мне это не нравилось. Никогда не была фанаткой таких штук. Ну, кому-то нравятся. Еще одни провода. Вот это мне в школе дарили. Вот, что с этим делать вообще? Эх, не знаю. С Новым Годом есть такая. Понятно, там денежек нет. Это все конвертики, которые мне когда-то дарили. Но я их не стала выкидывать, потому что... Ну, зачем их выкидывать? Они хорошие. Ты, знаешь, один раз использовал, ну, подарил, деньги забрал. И что выкидывать? Зачем? Можно оставить дома. Поэтому я их оставила, чтобы потом кому-то, например, дарить. Ну, это же не такое, что передарить подарок. Это просто конвертик красивый. По сути, он, ну, никакой роли не играет. Играет роль только то, что внутри. Денежка. Поэтому я, ну, считаю, что ничего в этом такого нет. Если кто-то сейчас начнет писать, как можно подарки передаривать. Подарки не передариваю. Но конвертики не вижу в этом ничего такого. Хотела вам показать то, что мы покупали со Славой на Тенерифе. Вот такая хреновина. И из этого можно сделать трубочки. Как вы могли заметить, мы этим ни разу не пользовались. Потому что нахрен нам это вообще надо? С одной стороны, прикольно, наверное. Поэтому я думаю, что это тоже можно кому-то подарить. Потому что, ну, оно, видите, закрытое. Мы этим ни разу не пользовались. А еще то, что я тоже буду дарить. Я думаю, знаете, устроить не розыгрыши. Типа, кто первый напишет, тому и отдам. Встречусь в Атриуме и отдам. Я как-то делала рекламу. У них там выходила коллекция украшений. Я ими тоже не пользуюсь, их не ношу. Один раз надела для фотографии. Хотя очень красивые, но не мой стиль, короче. Вот. И вот такая сумочка тоже очень классная, с блесточками. Но я такие сумки не ношу. Хотя у меня есть похожие сумки от Карла. Но я их больше люблю, сами понимаете. Поэтому это тоже у нас будет как какой-нибудь подарок. Вот. Чтобы не пропустить вот этот вот, типа, я не хочу назвать это розыгрышем. Это тупо. Просто я запишу сториз. Вот есть такая хрень, кому надо. И кто на эту сториз там ответит, там первый или не первый, кому больше надо. Ну, короче, выберу сама. Мои вещи сама решаю, кому отдать. Вот такая штучка. Типа, камера 360. Тут какие-то штучки. Вообще на человечка похоже. Какие-то штучки. Я думаю, можно сюда засунуть глаза и посмотреть. Только как это открыть? Тут какая-то липучка. Я ничего не вижу. А. Блин, вообще какое-то говно. У меня аж плохо глазам стало. Вы видите мои глаза? Интересно, как вы их видите? Большими или никакими? Просто у меня тут все размыто. Может, неправильно надеваю? Ну, как мне посмотреть? Я хочу посмотреть. Как крушить, ломать? Блин, все равно никак. Ничего не видно. Просто какие-то линзы вставлены. Ладно. Вот в эту коробочку соберу то, что буду вам дарить. Вот это. Потом я это, конечно, переложу. Вот это. Но пока просто, чтобы не потерялось. Вот это. Не знаю. Ну, вдруг кому-то захочется там подружке, сестренке подарить. Мало ли. Подставка. Я понимаю, что, наверное, это глупо. Типа, странно кому-то что-то. Хотя нет, что странно кому-то что-то такое дарить. Просто вдруг кому надо. Ну, если никому не надо, то выкинут это. В чем проблема? Просто мало ли кто-то начнет писать. Типа, ты что, херню даришь? Понятно, конечно, я не айфон тут разыгрываю. Но просто раз уж такая ситуация, почему нет? Вот это тоже кому-нибудь отдам. Ну, мало ли, опять же таки. У кого-то есть маленькая сестренка, либо братишка. Кому такое понравится. То есть не обязательно, что там вы будете это носить. Пофиг. Делайте с этим что хотите. Лишь бы заберите у меня это. Вот эти бумажки тоже. Запечатанные. Вот. И еще самый главный момент. Не забывайте. Вот это вот все, что я сейчас вам показываю. То, что я хочу отдать своим подписчикам. Это может произойти только в Москве. Как я и сказала, мне до сих пор впадло отправлять что-то по почте. Я это делать не буду, извините. Если будет у меня какой-то супер конкурс крутой, еще что-то, то да. Но у меня конкурсов никаких сейчас нет. Поэтому все, что я вам сейчас показываю, это я буду отдавать при личной встрече. И это, по-моему, кайф. Сейчас я буду такие же гнушки. Вот эта рука с украшениями и бриллиантами. Кстати, я взгляну. Тут хоть что-то есть из того, что действительно мне нужно. Я буду этим хоть раз в жизни пользоваться. Вот эту руку, которой можно оттесаться и вешать на нее украшения, я также буду дарить. Так что следите за моим инстаграмом. Скоро запишу сторисы с каждыми детальками, которые буду дарить. Тут много всяких классных колечек. Колечки на ногти, сейчас даже покажу. Вот, видите, такие колечки есть на ногти. Я с таким не хожу, хотя очень мудно, да. Но мне это не надо. Я всегда, знаете, всегда так тяжело с этим хламом расставаться, но я понимаю, что нужно. Тут три таких штучки на ногти, очень классные. Поэтому какому-то счастливчику повезет. Мне нравится, мне нравится так расставаться с вещами, мне очень нравится. И не жалко, знаете, потому что я знаю, что я это не на помойку выкидываю, а даю своим подружкам. У меня четыре вот такие коробки. Единственное, что здесь написано, дата 02.19. У этих продуктов закончился срок годности. Это, конечно, обидно. Но давайте так. Вдруг у меня есть какие-то подписчики, которые меня так сильно любят, что просто хотят получить вот эту коробку. Ну, вдруг. Я не знаю, потому что мне, кроме как выкинуть это, ну, больше ничего не остается. Так как у этих продуктов закончился срок годности и пользоваться ими нельзя. Одну я оставлю себе как на память. Также у меня есть еще три такие коробки. Поэтому напишите, ну, кому нужна такая коробка. И вообще нужна ли она кому-то, чтобы я знала, дарить ее кому-то или нет. Ну, мало ли. Sims 3. Райские острова дополнение. Sims 3. И раньше я играла в Sims, вообще обожала. Как недавно увидела где-то в ВПШ, по-моему, пост, когда создал идеального персонажа. Когда построил дом, ну, типа, идеальный для игры, а потом перехотелось играть. У меня так было всегда. То есть до того момента, чтобы начать нормально играть, у меня никогда не доходило. Мне всегда нравилось просто строить дом. И когда я была мелкая, ну, типа, там, лет 11, мне было, может, мелкое. Не знаю. Ну, короче, такой возраст, знаете, очень молодой. С трудом вспоминаю. Но помню, что я обожала строить. Именно не создавать персонажа. Вообще плевать, что его создавать. Все равно не будет похожим на нормального человека. Мне нравилось именно строить дом, там, мебель расставлять. Я всегда придумывала, какой у меня будет дом крутой, с бассейном, все такое. Поэтому вот. Но это я не выкину и никому не отдам. Вдруг захочется поиграть. Иногда у меня такое бывает, что сижу такая, блин. Вот вчера, например, мы были в Атриуме, зашли в магазин с играми всякими. И меня переклинило. Я такая, блин, хочу в Крэша поиграть. У нас просто PlayStation 4. Есть всякие классные игры мы покупали. Ну, так, иногда, знаете, просто лечь, порубиться маленько. Но меня надолго обычно не хватает. Хотя я, ну, геймер вообще-то. Ну, типа, в детстве до хера играла. Вот это коробка от моей серебряной кнопки от YouTube. И я смотрю, что здесь. Смотрите, это я. 2004 год. Не верится, да? Такая милаха. Тут, короче, всякие старые фоточки родителей. Мои вот такие напечатанные. Моего Инстаграма. Кстати, это так круто. У меня же вообще этих фоток в Инстаграме уже нет. То, что я раньше выставляла. С ума сойти. С Лондона всякие классные. Это мне когда-то какой-то магазин, который занимается печатью фотографий в Инстаграм. Прислал кучу фоток. И я очень рада, что это произошло. Потому что теперь у меня вот такая память есть. Так как многие фотки из Инстаграма я поудаляла, когда еще не было этой функции архивировать. И сейчас я даже, ну, не могу нормально посмотреть, что за фотки вообще у меня там были. Санек. Кто узнал? Альбертушу моего миленького. Здесь у меня пакет с всякими штучками для картин. Интересно. А вот эти плакаты выдержит? Может, попробовать. Это мой огромнейший фотоальбом, который вел мой дедушка с моего самого рождения. Вот это мне, по-моему, то ли бабушка дарила, типа, на Новый год или что-то такое. Тут стаканы классные под виски. Виски. Гола. Королева танцбомла. Так, коробка от моего штатива, на который я сейчас снимаю. Который подходит к моей камере Canon G7X. Кстати, к вопросу о том, на какую камеру я снимаю. Ого. Круто, смотрите. Можно купить еще дополнительную штуку и будет как, типа, штатив для телефона. Тут что-то есть. Тут уже есть штука какая-то. Тут есть уже штука для телефона. И ее можно вкрутить. Круто. Спасибо, лесничий. Кто не в курсе, это мне Карина подарила. Она мне камеру подарила, получается, на день рождения. А на Новый год она подарила штатив такой. И себе она тоже такой же комплект брала. А еще у нас дома же этот Apple TV. Очень удобная вещь, конечно. Потому что мы через него подключаем телефон, смотрим всякие фильмы, сериалы, ютубчик. И там тоже есть ютубчик, и фильмы можно смотреть. Удобная штука, очень классная хрень. Поэтому тоже вам подарю. А вот это, мои хорошие, это, знаете что, тоже привозили с Тенерифой и также ни разу не пользовались. Такая инструкция. Вы берете бутылку, засовываете туда вот эту вот штучку, включаете гирлянды, и получается... Я не знаю что, мы этим еще ни разу не пользовались. И не знаю, будем ли пользоваться, поэтому тоже вам подарю. Очки желтые от Lipton тоже вам подарю, ну, кому надо. Вот это альбом, который мне дарила Карина с нашими фотками, как подружки. Тут много наших фоток, старых, с моего инстаграма. Это вообще очень классная фотка. А это, кстати, первый раз, когда мы в Болгарию ездили. Вот как раз откуда я недавно вернулась, где была еще неделя влогов. Это вот с того места. Такая-то расплюша, конечно, я всю массу схожу. Что делала? Все развалилось. Расплюша. Короче, у меня каждый день просто сообщений 20 в директ, если не больше, приходит с видео Славы, где он Хачук Меладзе поет песню «Танцы на стеклах». И Славе тоже постоянно присылают. Причем мне присылают, говорят, блин, Юля, это Слава? А это не Слава, так похож. Сейчас я буду есть. Юля. Кстати, по поводу моей маски. Я вам говорила или нет? У меня скоро выйдет маска, она такая классная. А, я трансляции рассказывала. Я вспомнила, почему я туплю так. Я думаю, говорила же я вам. На самом деле, я в трансляции говорила, а тут-то нет. Зайдите ко мне в Инстаграм. Я уже сделала там, типа, в актуальных. Называется «Моя маска.скоро». Почему я так написала? Потому что она еще не вышла. Но я хочу, чтобы все уже знали, что она скоро выйдет. Чтобы готовились морально. Потому что она классная. Кстати, вот. Посмотрите, что делает моя маска. Как она меняет лицо. Сюда вставляю кусочек. Она такая простая, знаете, на каждый день. Я хотела что-то такое. Моя маска, получается, уменьшает нос. Делает больше глаза. Кожу делает лучше. Это всегда нужно, да? Добавляет такого оттенка розового. Блесточки, сердечки. Задняя камера тоже работает. И работает на двух человек. Так что, чтоб с подружкой записывать. Одобрение маски обычно происходит, типа, сутки. Ну, короче, от одного дня до пяти. И они могут одобрить только в рабочие дни. А так вышло, что я отправила в пятницу вечером. Вот это вот все на одобрение. И я там делаю, что я проснусь. И маска уже будет, ну, доступна. Ну, нет, ни хрена. Поэтому, скорее всего, только, типа, в понедельник, вторник она появится. И это очень меня бесит. Потому что, как я проживу выходные без нее? Ну, ладно, завтрашний день. А еще. Я так хочу сходить в кино. Но в кино нет ничего крутого, что я хочу посмотреть. То есть, знаете, не хочется просто идти в кино, чтобы потратить бабки и пожирать попкорн. Хочется пойти реально на какой-то классный фильм, который я давно жду. Но ничего не вышло. Напишите, что вы смотрели в кино вот последние там пару дней. Что вам понравилось. На что советуете сходить. Потому что это жесть. Так, Вив, ты поможешь маме разобраться? Да, да, конечно, я помогу, мам. А, кстати, зацените мои носки. Стало получше. Единственное, что там у меня еще стояла вот эта коробка. Ну, я хочу, наверное, либо от нее избавиться, либо, ну, я не знаю. Она, в принципе, удобная, чтобы там какие-то мелочи хранить. А то, что в коробке, это я буду вам отдавать, разыгрывать. Я всегда чихаю конкретно и бесповоротно. Я сделала бантик вот такой себе, чтобы вы думали, вау, она такая миная. Подпишусь на нее обратно. Вот это мне как-то вообще на фонд встречи подарили, прикиньте, из магазина метра. Нормально, да? Удобная, кстати, хреновина. Вот что интересно мне. Что находится в этом огромном пакете? Пахнет коврами для школа из овцы искусственными. Я просто знаю этот запах. Очень так пахнет, да. Это оно и есть. Воняет. Ужасно. Ковры. Такая раньше у нас была, это в ванной присела. И вот посмотрите, какая она стала внизу. Желтая. Это не моча, вы не подумайте. Вот такие. Нам дома такие ковры очень невыгодно держать, потому что Вивьена любит очень их. Она очень любит на них писать, какать. Потому что она думает, вау, подстилка, туалет, так рядом с кроватью. Вот что с ним делать? Я так устала от этих ковров для туалетов и все такое. Выкидывать жалко, но есть всегда куда деть. На даче, туда-сюда. А что у нас тут? Когда-то я собирала у себя дома вот эти все коробочки, контейнеры, чтобы передать их моей маме. Видимо, забыла их передать маме. Решила убрать пока туда. Да, и все, забыла на несколько лет. Поэтому надо их передать, потому что у меня дома их много, хотя у мамы тоже много. Но мама их чаще куда-то одевает, типа на дачу, мне там что-то передать, какой-нибудь салатик, пирожочек, все какое-то такое. Поэтому я тоже достаю, и там у нас становится супер свободно. Дрель, мои хорошие. Вот такой переходик у нас сейчас был. Я нашла стабилизатор, чтобы снимать видео. Но мы так и не научились этим пользоваться. Ну, типа вот так вот, понял? Стабилизатор. Раптор. Я ненавижу разбираться вот так. Всегда нужно думать, что нужно, что не нужно. Что-то само в мусорь качается. Так хочется, знаете, чистоту и порядок. И я настроена очень серьезно, очень серьезно. Ах, знаете, что я просто ненавижу коробки. Вот одной коробкой стало меньше. А, кстати, вот это отличная вещь. Вроде как оно крутиться должно. Мама, есть для тебя один маленький сюрприз. Ты готова? Это мэджик. Это какой-то мэджик. Смотри, Вив. Это звездное небо. Вот это мэджик, я понимаю. Ты видишь, хоть Вив. Круто, да? Тут можно какие-то режимы менять? Да, можно. С ума сойти. Вау. Не знаю, не знаю. Подумаю, что с этой штукой делать. Знаете, что я сейчас сделаю? Закажу пиццу. Такое настроение пиццы у меня. Настрение вечеринки. Постоянно обновляю вот этот вот сайт с масками. Через который загружаешь маску в инстаграм. Там надо проходить тоже такую регистрацию. Ну, короче, геморрой. Обновляю и вижу, что тут такая надпись. Ваш эффект находится на рассмотрении. Вы получите уведомление, как только проверка вашего эффекта будет завершена. Обычно это занимает один рабочий день, но в некоторых случаях срок может быть увеличен. А еще самое крутое, насколько я знаю, можно отслеживать, сколько раз использовали маску и все такое. Поэтому очень интересно. Буду отслеживать, кайфовать, делать посты. Типа, ребята, вы уже 5000 раз использовали маску. Жду, не дождусь. Короче, заказала пиццу. Сейчас уже курьер должен прийти с минуты на минуту. И он мне такой звонит и говорит, я вот у вас на этаже, но вот такой квартиры нету. Ну, квартира моя, которую я указала, номер. Такой нету. И мне так нравятся вот эти курьеры, которые мне внушают, что ну нет такой квартиры на этом этаже. Я говорю, значит, вы неправильно пришли. Я говорю, подъезд такой, корпус такой. Он говорит, нету. Господи! Итак, вот такая есть у меня шкатулка. Мне ее дарил, по-моему, мой одноклассник миллионы лет назад. Здесь у меня есть вот такой браслет из Пандоры, который раньше я собирала. Носила такая модная. Тут столько шармов у меня всяких. Какие-то собирала из Лондона и все такое. Так, давайте смотреть, что у меня в этой шкатулке. Ну, вот этот браслет я вам показала. Классная, кстати, шкатулочка. Я бы могла сюда свои украшения положить, но... Куда мне это девать? Ее ставить точнее. Вот такая фиговина. Вторая половинка у Карины. Ну, если она ее сохранила, конечно, то класс. А если не сохранила, то вероятнее всего, что она куда-то делась при переезде, либо еще какая-нибудь фигня. Вот такой есть. Вот такой есть. Смотрю, вот. Вроде все камушки на месте. Курьер. Зайк. Скоро я получу свою пиццу. Нужно подготовиться и помыть руки, потому что они уже все во всяких пылях. Как с этим быть вообще? Есть кто-нибудь из моих подписчиков, кто фанатеет от Пандоры, собирает, либо просто мечтает? Вообще они классные, реально. Пицца пришла. Ура. Пицца, 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 пицца. Не вижу эту пиццу с колбасой. Пеперони это? Угу. Дабл. Дабл пеперони ужас. У-у. Какой же ужас. Что за колбаса там такая странная? Хорошая. А у тебя что? Колбаса как колбаса. Колбаса как колбаса. У меня Би-Би-Кью. Чикин Би-Би-Кью. Ты помнишь, когда я не любила пиццу? Да. Юля не любила пиццу. Потом мы с ней начали встречаться, и Юля полюбила пиццу. У-у. Вообще не так все было. Так все было? У-у. Да. Дело вообще не в тебе. Да? Зимник мой хороший. Пиццу я не любила всю свою жизнь сознательную. А потом на какой-то то ли вечеринке, то ли я не помню что, я сильно хотела жрать. Причем на этой вечеринке мы пили алкоголь. И мне хотелось чем-то закусывать. Я начала закусывать пиццей в пепперони. Мне понравилось. Ну как понравилось? Мне не то, что понравилось. Я просто подумала, ну в принципе жрать можно. Ты уверен, что не из-за меня? Если бы как только мы начали встречаться, я сразу начала есть пиццу. Это одно. Я бы совершенно верила. Ни фига не сразу. Год прошел, может. Ты уходишь? Да, но ушел. Ты обиделся? Чтобы понимали, как я записывал видео себе в инстаграм с кавером на танцы на стеклах. Просто миллион, миллион этих видосов. Я думаю, что они иногда даже слышали, пока ты пел. Потому что было слышно, и ты это делал в течение час, наверное. Блин, я думаю, что соседи меня просто возненавидят. Да нет, я думаю, соседям вообще пофиг. Они наоборот, наверное, подумали. Интересное звучание в этой композиции. Или типа... Неплохие тона передал. Когда выставишь? А что? Просто вопросик любил. Что происходит с Вивеной, когда мы едим что угодно? Мысли у нее в голове такие. Боже, не идет что-то самое вкусное на свете. Что я вообще всегда мечтала попробовать. И мне это точно очень понравится. Вот бы мне хоть один маленький кусочек дали. Хотя бы понюхать, хотя бы посмотреть. Помнишь, что я говорил тебе про девчонку, с которой я гулял? Продолжай, пожалуйста. Ну, вообще, я тебе рассказываю историю про то, что я пошутил про Бога. Да. А она мой юмор не заценила. Слава показывает мне девочку, с которой я однажды гулял. Ну, типа, чтобы замутить, возможно, в будущем. А как ты ее нашел? Юля любит сплетни. Я люблю интриги, расследования и баб обсуждать и смотреть на них. Я не помню, как я ее нашел. В смысле, ты ее сам нашел в инстаграме? Давно это было, зай. Так ты еще и давно знаешь об этом, о том, что ты ее нашел? Ну, нормально, я че с ней не замутил. Да я еще поглазею. Ну ладно, все, хватит. Все, лимит окончил. Вот это раздражает меня. А сам будешь гладеть? Нет, все. Все, я ушел. Все, я ушел. Такие учат? Да. Блин. Че? Хочу еще. Хочешь еще? Да, я хочу съесть еще. Ну, если ты так хочешь, почему нет? Слишком так нельзя делать. Кто сказал? Так что же мне с этими украшениями делать? Эта неделя моей жизни будет называться избавление от хлама. Тут даже написано не выбрасывать. Скорее всего, это я написала для своих родителей, чтобы они не выкидывали. Ах, что это провода. Что же делать с этим отпаривателем, который сломался? Камера, экшн. Есть у меня вот такой светильник. Вау! Ты в восторге? Бубусики, мамосики. Нижние две слави на коробке. Думаю, что он их не разрешит выкидывать. Поэтому будем грустить вместе. А здесь... Здесь вообще лежал хромакей. Вот этот, который пипец какой здоровый. Нитки, все такое. И я, кстати, недавно пипец как это искала. И думаю, господи, вот бы мне сейчас вот эту хреновину. Она мне так бы пригодилась. У меня недавно, короче, кое-что там порвалось. Конечно же, я ее не нашла. Оказалось, она здесь. Поставлю сюда, чтобы на видном месте была. Ну, а не под хромакеем, знаете. Наш старый этот роутер. Тут вообще... Какой-то фотосессии. Лет сто назад у меня осталась вот такая бумага. А тут наши игры на PlayStation. А нам нужна коробка от старого роутера? До старого? Да. От двух старых. Коробки пока нужны. Да ты достался своими коробками. Зачем они нужны? А что у нас тут в такой яркой упаковке? А, документы всякие, типа, от телевизоров. У нас есть вот такой пистолет, который стреляет денежками. Ой. Я не думала, что они так быстро выглядят. Я просто с ума схожу от этих коробок. Есть еще у нас вот такой чувачок из Fallout. Хочется, знаете, какой-то пакет, куда все это сложить. Коробки у меня просто нету подходящей для этого всего. Это я ставлю, а вот коробки от Wi-Fi в старых я нахрен веку. Они настолько не нужны, что я даже не знаю, какое слово подобрать, насколько они не нужны. Знаете, быть взрослой нелегко. Но я просто терпеть не могу хлам. Давайте смотреть. Вот, теперь здесь вот так. Ну, блин, это уже не мусор, выкидывать это не могу, пусть лежит в таком состоянии. Здесь у меня пустота практически. Два одинаковых мешка. Чехол от чего-то там. Здесь хромакей, гирлянды и игры. Тут у нас все. Так, я собрала пакет. С подарками. Ну, в принципе, я разобралась, заколебалась. У меня еще это все монтировать. Но мне пофиг. Потому что тот человек, который выдерживает неделю влогов, а я про себя, тот выдержит что угодно. Давайте поговорим немножко про мусор. Я собрала два вот таких пакета. И мне нравится, но я была бы рада, если бы было два вот таких пакета. Потому что этот практически пуст. И мне бы очень хотелось все это выкинуть сейчас. Это я на дачу повезу. Я очень сильно хотела бы это все выкинуть сейчас. Я даже думала пойти к Славе, сказать, пойдем до мусорки, пригуляемся. Но потом я услышала дождь окном, и поэтому не получится. Булочка, мамина. Ну как, нравится тебе этот светильник? Нравится? Говори уже. Ну говори уже, Вив. Ну говори, нравится или нет? Губуси моя. Мамин, фрикаделька. Мама тебя так любит. Просто обожает эту собачку. Обожаешь спать под звук дождя? Извини. Почему-то собачки такие сладкие. Ой, мой, мой. Ой, выброжала. И что мне тебе надо? Что мне тебе надо? Что мне тебе надо? Это самое. Хотела сказать пока. Правда. Я закончила там разбираться. Вивина, можно не мешать маме? Надеюсь, вам понравилось это видео. Короче, спасибо большое всем, кто смотрел это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Подпишитесь на меня в инстаграме, потому что у меня там осталось буквально 10 тысяч, и будет 2 миллиона 300 тысяч. А сейчас 2 миллиона 290. Короче, будьте лапочками. Так что вот. Ну и поставьте лайк этому видео, если вам нравятся такие видосы, когда я просто разбираюсь, показываю вам что-то. Раньше так никогда не делала. А, ну и не забывайте оставлять комментарии, потому что я их все читаю, просто сразу же захожу, постоянно обновляю страницу, читаю, что вы мне пишете, ставлю вам всем лайки, пожалуйста. Так что вот, спасибо еще раз всем большое за просмотр. Люблю, целую, обнимаю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok